всем привет добро пожаловать в аленка блог сегодняшнее видео будет о ароматах для весны у нас сейчас осень хочу вам напомнить я живу в седне и поэтому у нас все наоборот где у вас лист когда вас весна у нас осень когда вас лет у нас зима и так далее но тем не менее мои подписчики в основном живут там где сейчас наступает весна я с удовольствием записываю вам это видео тем более наша осень она очень похожа на вашу весну поэтому давайте начнем я покажу ароматы которые как на мой взгляд подойдут на весну плавно перейдут какие-то из них может быть в лето для меня весенние ароматы это конечно прежде всего цветочные ароматы ароматы легкости ароматы полета ароматы возрождения когда вы снимаете уже свои шарфы какие-то теплое пальто одеваете что-то более легкое более изящное туфельки на каблуках я не знаю легкие платья вы можете одеть под тяжелое пальто уже это такое приятное чувство когда в воздухе пахнет так по-особенному не знаю я в россии когда же мы жили очень 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 я помню этот запах это особенный весной запах когда вот все распускается когда еще так прохладно то ты уже чувствуешь что тоже чувствуешь что вот 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 скоро скоро и давайте начнем мои предпочтения на весну начну с самого такого легкого и перейду уже более к таким насыщенным ароматом наилегчайший на и весеннейшие это конечно они гуталь они гуталь ле мимоза мимоза на этом все сказано это мимоза это очень такая пыльцовая мимоза немножко медовая мимоза очень очень такая вот реально до натуралистичная мимоза аромат приятный аромат достаточно хорошо держится он очень хорошо пахнет от волос мне вот больше всего нравится носить его как дымка для волос он вот как-то ну более раскрывается красиво идеально дружит с какими-то более насыщенными более густыми ароматами то есть утро вы можете начать мимозе поехать куда-то потом захватить с собой какой-нибудь более тяжелый аромат наслоить их и это будет вообще класс мимоза от они гуталь ну прям весна весна дальше еще два аромата от они гуталь я их уже показывала роз сплэндит это такая роза для меня на розы с перчиком роза перченая роза такая юная молодая юная роза ну только-только распустившиеся розы не густая насыщенная бордовая роза именно такая вот белая нежно-розовая такая маленькая знаете садовые розочки и розовый перец это такое классное сочетание я помню я в том году носила его весной как раз я его купила в конце зимы и вот началась весна я одела свой белый месть такой не белый к кремовый плащ уже надела под него такую легкую легкое платье шелковое и это было так классно вот с этой вот розой был такой ветер и ну вот все вместе это было очень красиво вот она для меня очень весенная роз сплэндит следующий аромат тоже будет они гуталь закончим с ней это ля байлит фиалка но это пудра фиалковая пудра пудра такая знаете ну пудры и пудра вот фиалковая пудра для любителей пудровых ароматов вот попробуйте фиалку от они гуталь это немножечко такая помадная пудра немножко такая не такая вот залежавшиеся пудра в старой косметичке какая-то ретро пудра нет это вот именно такие ну знаете как метеорита от герлен в прессованной версии такое что-то более современное более юная такая пудра я честно говоря я люблю его носить больше дома опять-таки как дымку для волос я очень люблю душить им постельное белье это ну она потом пахнет так вкусно когда вы только только свежее белье постелили надушить ее потом фиалкой от они гуталь и это будет конечно шикарно далее аромат blue bell от пенхали гонс для меня он весенний аромат нарцисса аромат гиацинта аромат вот всех вот этих вот свинящих звонких нежных цветочков таких только-только распустившихся милый очень милый очень такой какой-то знаете чистый чистейший аромат вот как раз для весны мне кажется самое то подойдет дальше очень весенний вот не устаю повторять это габриэль от шанель я ее приобрела нет я ее понюхала нашей весной в том году и вот она ко мне приехала я ее поносила летом летом она очень красиво раскрывается очень кремово очень так благородно нету в ней вот уходят начальные такие яркие цитрусовые ноты попробуйте короче ее в теплые время года в жару она очень красивая но тем не менее первый раз я попробовала ее летом и летой нет не летом простите весной весной она мне очень понравилось я уже говорила я пришла в магазин и вот была презентация шанель все было в прекрасных белых цветах все украшено но она меня просто сразила наповал она очень приятная она мне нравится этот яркий цитрусовый старт мне нравится потому-то это бело цветочный вихрь просто как будто вы идете по весь весенней красивой улице легкий ветер вы несете огромную охапку белых цветов что-то такое и бы такая вся свободная летящая такой аромат следующий аромат который весна и плавно может перетечь в лето это конечно ананда ананда идеально скроенный аромат вот но не убавить не прибавить здесь здесь и цветы здесь и фрукты здесь немножко какой мускус наверное здесь есть немножко пудровости немножечко какой-то пыльцы легчайший такой как вуаль найти аромат идеально подойдет мне кажется любой вообще возраст любая девушка женщина кто угодно может выносить он вот просто вы знаете аромат чистоты аромат женственности аромат какого-то ну искрящего счастья как-то так очень красивый аромат вот мне кажется там с весны плавно плавно перетекающий в лето дальше аромат от николев тоже вот такая красивая у него бутылочка такое оформление это pink flowers розовые цветы и это да это розовые цветы это может быть какие-то малиновые ноты малины это тоже вот пудра немножко немножко мускуса и все это так красиво скроено все вместе это вот просто получается такой вот натюрморт с охапкой цветов и маленькой корзиночкой фруктов очень красивый очень красивый очень легкий достаточно стойки но не такой стойки как а надо этот аромат он проигрывает конечно в стойкости многим ароматом ароматом у николев но тем не менее приятный вот на весну тире лето он вполне себе может подойти дальше для меня весенний аромат это allure от шанель это парфан прекрасная прекрасная такая ванильно-персиковая какая-то кремовость в нем радость женственность ну аромат эмоции аромат такого абсолютного счастья с утра до вечера вы можете его носить он вас будет только радовать он не может в нем нет никаких острых углов в нем нет никаких противоречий у нас только вот такой кладкий прекрасный очень его люблю ношу как вы видите редко ну не знаю почему у меня есть подруга на его носит этот прям от ее ароматы как-то я вот не знаю редко ношу но надо надо больше носить я в том году его носила на свой день рождения скоро он у меня будет так что думаю может быть опять одену он да вот этот праздничный аромат очень очень праздничный дальше вот этот аромат антонио сплава из хэмптон я уже говорила про него это вот просто цветочная оранжерея вот без прикрас настолько натуралистичный передан запах цветочной оранжереи даже немножечко с холодком узнать когда в холодильниках хранятся цветы он великолепный он очень красивый очень такой вот несмотря на его легкость он у нас цепляет есть есть ним какая-то такая глубина потому что многие цветочные ароматы но не в обиду как например вайлета танинга таль они немножечко такие монотонные они надоедают здесь же наоборот здесь вот он вот как-то переливается искрится как и ананда тоже в общем то и он вас постоянно интригует постоянно в каком-то вот вы вдыхаете каждый раз он выдает что-то новое 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 кстати вчера я его носила буквально ну очень слегка россии вот здесь и здесь и сверху я нанесла сейчас вот вы будете смеяться может быть кто-то шанель номер пять это было очень интересное сочетание то есть шанель конечно же легла и все затмило своей красотой своей альдегидностью своей вот этой туманностью и пыльностью но вот это вот цветочная композиция она выбивалась из этого она все равно старалась как-то быть и выйти из шанельевского плена и это было потрясающе что аромат весна-лето ист хэмптон антониас флауэс обязательно если увидите попробуйте шанель номер пять естественно весна-лето зима-осень в космосе на острове необитаемом где угодно я буду носить шанель номер пять я ее обожаю еда парфам и премьер вот два аромата то есть ну это более легкая это более что-то такое современное более понятное более такое универсальное это более конечно уникальная вещь у меня есть еще парфюм вот там он стоит но парфюм я ношу крайне редко ну вот это конечно это красота вот вы но я могу носить его куда угодно честно говоря конечно под спортивный костюм я его не одену даже не в одежде дело вот он просто меня вот дополняет я люблю его я люблю носить его на ночь люблю прям с утра надушиться пойти куда-то по делам это вообще легкота для меня куда угодно когда угодно прекрасно прекрасные чистые альдегиды свежие альдегиды обожаю обожаю шанель номер пять дальше два аромата от конечно же серж литена лютанса девочка из берлина берлинская дева ляфель до берлин ну слушайте это это вообще самое красивая в мире розы самая натуралистичная самая ярко подан ярко яркая короче здесь подачи именно розы я обожаю еще розу у фредерик маль портрет оф леди там конечно совсем другая роза здесь конечно это вот роза роза более понятная кто любит розы конечно обязательно попробуйте этот аромат понюхайте его весна куда без роз девочка сберли берлинская девушка просто как нельзя лучше подойдет и следующий аромат тоже от серже лютанса это датуре нуар черный дурман кондорской цветок ну нереально прекрасная тубероза я буду делать отдельное видео ароматах с туберозой потому что но у меня просто случился какой-то кризис я ими поливаюсь я ими восхищаюсь я всегда любила ноту туберозу в последнее время что-то очень она меня зацепила и датура нуар просто одна из самых красивых тубероз весна знаете прохладный ветер и вы идете уже может какой-то легкий шелковый шарф он развивается и вот это вот ароматом колышет ваши волосы это будет очень красиво попробуйте его на весну мне кажется он заиграет естественно весенний аромат джадор джадор диор и так долго мною незамечаемый наконец-то у меня появившийся но он великолепный он крайне предельно до кончиков ногтей женственный бело-цветочный яркий шлейфовый очень насыщенный густой немножко какой-то кислинкой с фруктов с рук простите с фруктовыми нотами я слышу здесь и грушу слышу дыню вот дыня дает здесь такую свежесть и такой вот знаете немножко вводные какие-то ноты очень красивый аромат идеален на весну просто как ни один другой далее аромат на весну как мне кажется это миколев royal mask это у меня старый еще версии флакона сейчас он в таком квадратном вот как и ланган голл например royal mask это королевский мускус это здесь собран самый самый дорогой мускус сорта мускус и вот это вот здесь присутствует он бесподобный он настолько бесподобный мне кажется вечер на весну куда-то пойти на каблуках он будет потрясающий он он тоже он и сдержанный но в то же время он очень такой притягатель потрясающий потрясающий мускус мускусные ароматы вообще заслуживают отдельного на мне кажется видео напишите если хотите я их люблю они для меня какие-то ароматы чистоты какие-то более порочные вот этот вот для меня он такой где-то между но нет непорочный . дальше аромат который мне кажется подошел бы идеально на весну там она мазель пиге он прекрасный он прекрасный он жизнерадостный он очень яркий но очень с шлейфовый он дико стойкий что будьте с ним осторожным это апельсиновый цвет это я слышу здесь миндаль я слышу здесь яркую туберозу хотя и здесь нет здесь больше жасмина больше каких-то других белых цветов но для меня это вот вся вот эта смесь это вот такая вот почему-то тубероза он я бы немножко поубавила здесь приторности иногда он немножечко души тут именно вот этой сладостью своей но опять таки главное не переборщить если вы с ним не переборщить он вас будет невероятно радовать и влюблять в себя влюблять в себя очень хороший аромат мадемуазель пиге мне кажется подойдет шикарно на весну также думаю весна красна и прекрасная лулу лулу аромат загадка и лулу аромат такой вот мутный немножко но в хорошем смысле этого слова конечно здесь я слышу чернила и сливу и какие и ладан и цветы и жасми ну слушайте здесь чего только нету каждый раз все по-разному его даже вообще не хочется раскладывать на какие-то там определенные ноты то-то-то-то-то-то-то это эмоции вот как и лулу захочет так она себя и поведет мне кажется весна именно хорошее для нее время года потому что еще не жарко но уже не так холодно не морозно уже так приятный дует такой теплый ветер и и он даст раскрыться этому ароматом просто на все сто процентов так что попробуйте носите уникальный уникальный аромат луу дальше на весну мне очень нравится аромат мадам мадам подожди жан-поль готье парфюм жан-поль готье как он называется ну вот этот вот парфюм короче жан-поль готье вот такой парфюм я уже вообще он на жару он слишком сладкий можно носить я не спорю на холод очень красиво но я люблю когда уже и не холодно и не жарко вот что-то между вот прохлада вот на прохладу он прекрасен вы идете и он вас пьянит здесь пьянящие ноты гринадина вообще что дико алкогольный аромат этот для меня пьянящие ноты гринадина в нем я не знаю что тут еще роза может быть еще что-то но все вместе нереально невероятный аромат как-то он незаслуженно забыт был когда-то там он уже старый но его еще все-таки можно найти Наташа Золотарева делала на него обзор очень-очень хороший и очень прекрасный попробуйте если он у вас есть это у меня туалетная вода есть еще Eau de Parfum далее аромат который я носила нашей весной он у меня появился Dan Le Peut от Le Vuitton он очень крутой я уже делала на него отдельное видео в начале он мне дико не понравился но когда я его на себя нанесла и пошла в народ пошла в город пошла на работу он да он меня поразил он поразил меня своим открытием это кожа это абрикосы это жасмин все вместе какое-то невероятное сочетание он очень необычный из всей линейки Louis Vuitton он мне кажется самый-самый такой необычный мне еще очень понравился там Turbulence с туберозой но к сожалению я прям я вот искренне хотела ее купить но она оказалась совсем не стойкой мне дали пробники я разносила совсем не то а это да это кайф первые знаете может быть вдох за тест вас оттолкнуть от него но не спешите с выводами он он покажет свое дальше аромат Juliet Hezagan да вот он мне кажется более на весну потому что летом он слишком сладкий зимой он опять-таки слишком сладкий а вот весной он будет очень даже ничего у меня такая маленькая версия мне не нужен большой флакон для меня этот аромат вот слишком кондитерский слишком сладкий но если вы любите такие ноты это конечно это находка это находка это находка здесь малина здесь роза здесь ваниль здесь какие-то может быть фрукты свежие мне это все напоминает знаете вот такой дивный дивное пирожное макаронс такого красивого ярко ягодного цвета и вот эти пирожные макаронс с малиной с какао в общем все так сладко красиво розовые розочки ну вот что-то такое в этом аромате очень девичий очень такой приторный ну приятный приятный но не немой наверное все таки дальше это вообще это коко коко нуар и это зверюга это просто зверюга это очень красивый аромат почулевый бархатистый парчевый ладно скройный ну просто знаете он если раскроется на вас красиво правильно потому что многие его не слышат то это будет конечно класс он на мне раскрылся хорошо я его рекомендую носить да на весну потому что с прохладным ветерком он вас будет согревать и в то же время обдавать таким невероятным шлейфом коко прекрасный прекрасный аромат дальше аромат джульет хэзага леди венженс это роза и пачули тоже ой весенний да потому что я пробовала носить его летом летом он слишком такой ну и приторность в нем выпирает много выпирающих нот зимой можно зимой носить но мне кажется весной тоже подойдет так что обратите на него внимание леди венженс от жилет хэзаган на весну с прекрасной розой с такой вы знаете нео шипер нео шипер роза пачули очень так необычно звучащий аромат дико комплементарный кстати дико шлейфовый если кому то интересно так 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 и все на этом все это были все мои ароматы есть конечно еще какие то ароматы но это все знаете плюс минус может быть вот это вот вот такая подборка я вам сделала вот это стопроцентная подборка напишите ваши ароматы напишите интересен ли вам будет обзор на ароматы с мускусом ароматы чистоты или наоборот ароматы порочность или что то такое вообще задавайте вопросы предлагайте темы видео мне очень-очень-очень приятно и очень интересно все всем пока с вами была аленка блог всех вас с весной которая наконец-то наступит скоро пока